Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что я не буду спорить и противопоставлять свое мнение позиции коллеги, который ответил вам на момент записи этого ответа. У вас был только один ответ от Игоря Леонидовича. Я не буду противопоставлять свое мнение ему, потому что я его ответ прочитал, мне он показался правильным, но я бы хотел подойти ночью с другой стороны, ночью с другого угла к вашей проблеме. А именно, ну во-первых, вы не написали, Мария, конкретно, почему закончили отношения с молодым человеком? То есть, оба любим друг друга, но после двух лет отношений я боюсь в некоторых проявлениях. Он проявлял агрессию, ревновал, у него были параноидальные мысли. Ну, в общем, такой очень классический садист. Да, то есть садист, человек, который как раз пытается сделать так, чтобы всем вокруг него было, ну, точнее, любимому человеку, чтобы любимому человеку с ним было плохо, чтобы он страдал. А мы-то, когда любимый человек страдает, садист, он видит в этом для себя проявление чувств. Вот. Ну, также очевидно, что ваш мужчина подавляет свои чувства, не говорит о них, и, в общем-то, поведение здесь, оно, на мой взгляд, совершенно очевидно. Вот. Но вы ушли от него. Почему? Сейчас просто вы говорите, что я видел агрессию в его глазах. Теперь я просто боюсь его в будущем и ушла. То есть, вот вы не пишите о том, почему же вы ушли все-таки. То есть, что именно стало последней каплей, которая доставила ответить. Далее следует понимать ситуацию таким образом. Вы лишили садистов, коим был и есть ваш молодой человек, ну, скажем так. Вы лишили его игрушки. Вы лишили его, скажем так, того, за счет чего он себя реализовывал. Вы лишили его того, за счет чего этот человек жил, проявлял свои чувства, если угодно и так далее. Вы его этого всего лишили. И понятно, что у него истерика, потому что он от вас очень зависим. Вы ему практически, практически, физически нужны. И именно поэтому отсюда, отсюда у него такая вот реакция, отсюда у него такое поведение по отношению к вам. И это, я надеюсь, что вы стараетесь спать понятно. Что вы нужны ему, потому что через вас он проявляет свои чувства, свои эмоции. И без вас ему действительно тяжело, потому что все его эмоции теперь не находят никакого выхода. И он агрессирует на вас именно поэтому. То есть у него идет жесткая зависимость от вас. Это очевидно, очевидно. Далее, значит, мне тяжело, а у него истерика. Валяется нога и так далее. Ну, здесь вполне вероятно, что вы его жалеете. Вы его жалеете, пытаетесь как-то, возможно, реабилитироваться в его глазах и пытаетесь ходить ему помочь. Потому что испытываете чувство вины. Вы испытываете чувство вины за то, что сделали. Вы испытываете чувство вины за то, что, ну, скажем, например, бросили его, например, там, ушли от него и так далее. Вот. И это чувство вины, как не парадоксально, это чувство вины молодой человек в вас взращивает специально. То есть ему нужно, чтобы у вас это чувство вины было. Ему необходимо, чтобы вы испытывали вину для того, чтобы таким образом, только через чувство вины, можно было бы с вами существовать. То есть именно так это работает. Молодой человек пытается вызвать чувство вины и чувством вины манипулировать. Опять же, почему? Почему он так делает? Потому что ему этот, этот нудик, вот, он как бы привязывает вас к себе, ну, пытается привязать вас к себе таким образом. И я думаю, что это, в общем-то, едва ли не первое, что я вам хотел сказать лично, лично право. Кроме того, вы сказали совершенно такую справедливую вещь о том, что вы его боитесь, о том, что вы испытываете страх, что вам не нравится его поведение, что вы, там, боитесь его и так далее. И это, это, целиком и полностью исключает для вас возможность быть с ним вместе. Поэтому тот факт, что вы его жалеете, а вы его жалеете, я надеюсь, вы это понимаете, лишь только говорит о окончании, об окончании ваших чувств к нему, вашей любви к нему. Потому что, любимого человека все-таки, любимого человека все-таки не жалею, любимого человека все-таки уважаю. Вот это вот, на мой взгляд, то, что вам нужно также обязательно постараться для себя понять, то, что вам нужно постараться для себя уяснить. Вот это вот важный, на мой взгляд, момент. И это, значит, поможет вам скорректировать определенным образом свое поведение здесь. Далее, значит, значит, вы говорите, что он начинал от нагладки чувствуешь вины, он нестабилен в жизни, но из-за своего эгоцентризма не может, значит, социализироваться. Суть вопроса, как мне ему помочь справиться с поставанием, как прекратить его обвинение в мой адрес, значит, потому что он мне все же дорог. Ответ на этот вопрос вам может быть на самом деле только такой ответ может быть на ваш вопрос. Значит, значит, что вам не сделать ничего для того, чтобы молодому человеку приезжало, потому что это его проблема. И пока он сам эту вот свою проблему не заметит, пока он сам не будет с ней что-то делать с этой вот своей проблемой, вы не сможете никак ему помочь. Абсолютно, потому что это невозможно. Другое дело, другое дело, возникает вопрос о том, почему вас задевает, значит, почему вас задевает то, что он вас обвиняет. Ведь вы же, по сути, это дело, вы лишили его нужного ему переживания, вы лишили его необходимого средства для выражения своих эмоций. Естественно, он будет как-то вот агрессивно, да, ну, агрессивно себя проявлять. Это нормально. Вас это задевает, собственно говоря, почему? Вот вопрос, на мой взгляд, очень важный вопрос. Вас это задевает, почему? Потому что, вполне вероятно, вы сомневаетесь в том, правильно ли вы поступили, уйдя от него. А почему вы сомневаетесь, правильно ли вы поступили, уйдя от него? Потому что вы боитесь, что другого мужчины у вас не будет. Вы боитесь того, что с другим мужчиной у вас может не получиться построить отношения, такие, как были с ним. А еще, еще это связано с тем, как вообще вы выбрали такого человека и позволяли ему так себя вести. А именно, именно такая форма проявления его активности по отношению к вам является для вас подсознательно, пока что, единственно верной для, ну, собственно, построения отношений. Это, к сожалению, идет у вас, скорее всего, из детства. Именно в детстве закладываются вот такие аспекты, когда человек, ну, например, ребенок, он видит внимание к себе только тогда, когда ему плохо. И вот на этом вы, скорее всего, и выстраиваете свои отношения с молодым человеком, да, то есть, так вы их образовываете через такую вот связку. И в этом кондиксе вы жертва. И будучи жертвой, вы не уверены в себе. Вы не уверены, что для вас есть страх, скорее всего, страх остаться одной, вы боитесь остаться одной, понимаете? И это то, что вами обоими движет. Вы нашли в себе силы уйти от этого молодого человека. Вы нашли в себе силы перестать быть с него жертвой. Это здорово. Это здорово, но этого мало. Потому что если с этим больше ничего не делать, если вам не расти личностно и не прорабатывать вот эти вот моменты, которые заставили вас, как бы, изначально, да, вступать в эти отношения, если эти моменты не прорабатывать, то следующий ваш мужчина, он будет такой же, абсолютно такой же. Потому что вы сами своим поведением таких мужчин к себе, значит, ну, не притягивайте, а с такими мужчинами вы связываете свою жизнь. Так, я думаю, правильно будет сказать. А вам нужно быть более самостоятельным, вам нужно найти себя, вам нужно себя постараться понять и сформировать свое собственное отношение и к себе, адекватное отношение к себе и адекватное отношение к мужчинам. Так, чтобы у вас не было вот тех моментов, которые есть сейчас. В отношении с ним, конечно, не нужно возвращаться, но если вы расстались, если вы приняли решение расстаться, то вы перестали несоответственно за него и, соответственно, когда вы говорите, что он мне все же дорог и что мы с ним близки стали, вы как бы просто-напросто оправдываете себя, оправдываете свое поведение, которое вам на уровне подсознания, на уровне, на уровне неосознанности, дает вам возможность, значит, испытывать близость с источником вашего спокойствия, вашего удовольствия, вашего наслаждения и так далее, несмотря ни на что. Поэтому здесь нужно быть честным с тобой и не возвращаться к тому, откуда вы ушли. То есть не делать вот таких моментов. Почему? Опять же, почему? Потому что это ничего хорошего не приведет, молодой человек не изменится. А вам нужно, еще раз повторю, использовать то, что вы вышли из этих отношений и использовать и уже устраивать другие отношения. Именно для этого мы работаем над собой и понять, как вы оказались вообще в этом вот состоянии, в этой позиции и так далее. Страхи, комплексы, значит, желания, то есть невротические переживания, да, и так далее. Это нужно выяснять. На этом все. Надеюсь, что помог, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!